здравствуйте дорогие друзья и спасибо что заглянули ко мне на канал где мы с вами говорим о нутрициологии о том как без таблеток поправить свое здоровье если у вас есть головокружение тошнота ноги отекают снятся вам кошмар у вас бессонница тогда досмотрите это видео до конца она будет вам непременно полезно меня зовут виктория андерсон я датский нутрициолог диетолог и автор книги гармония и счастье через осознанное питание дорогие мои сегодня мы с вами поговорим о витамине b1 это водорастворимый витамин который мы также называем тиамин и он вырабатывается нашими прекрасными бактериями в нашем кишечнике это витамин антистресс потому как он отвечает за работу нашей центральной нервной системы за сердечно-сосудистую систему за наше зрение за наши ногти за наши волосы кожи в конце концов и за очень очень многое другое этот витамин немножко истории расскажу вам он был открыт в конце девятнадцатого столетия и как он был открыт в те времена в японии началась эпидемия такой болезни которую потом назвали бэри бэри это беспокойство в переводе означает и это болезнь она началась среди японских моряков и она унесла где-то 50 тысяч человеческих жизней в то время вторая вспышка этой самой эпидемии возникла в 1953 году на филиппинах 100 тысяч человек погибло из-за этой из-за этого недуга и все это связано с тем по мере того как ученые делали различные исследования с тем что после шлифовки риса когда он стал белым таким красивым люди начали болеть оказывается что в шелухе того самого риса и находился наш витамин b1 конечно же сейчас вся планета есть белый рис и басмати не волнуйтесь его можно кушать хотя не так и часто потому что он не такой полезный как бурый рис или коричневый но сейчас все рисовые поля они орошаются такими добавками где входит обязательно и витамин b1 как я сказала центральная нервная система симпатическая система это все наш стресс вы понимаете да даже если телевизор постоянно работает вот долгое длительное время работает не помню по моему пару часов то в какой-то момент он автоматически выключается а вот если у нас с вами нехватка витамина b1 и мы постоянно на таком стрессе мы приходим домой а у нас мысли просто каша в голове мы не можем остановиться расслабиться и рой этих мыслей мешает скачет у нас все это у вас нехватка витамина b1 первый признак того что вам необходимо задуматься и присмотреться прислушаться к своему организму какие еще симптомы бывают конечно же как я уже озвучила это рваный сон плохой сон учащенное сердцебиение кашель ночью знаете вы спите вроде бы проснулись и задыхаетесь или вас сердце просто выскакивает из грудной клетки вы не можете уснуть урой мыслей постоянно что-то вас испугает панические атаки постоянный какой-то вот как тревожное такое состояние если у вас синдром беспокойных ног отекают лодыжки у вас проблемы с памятью вы не можете сконцентрироваться вы постоянно в такой как искал тревожном состоянии и в каком-то испуге это первые признаки того что у вас нехватка витамина b кто попадает в группу риска это конечно же люди больны диабетом те люди которые страдают почечными болезнями которые на диалисе находятся те которые какой-то длительный промежуток времени употребляют мочегонные препараты ну конечно же пожилые люди тоже в группе риска и также если вашем рационе огромное количество быстрых углеводов сахаров это тоже быстро и быстро выводит наш витамин b1 злоупотребление алкоголем огромное употребление кофе в течение дня тоже способствует тому что b1 витамин выводится из нашего организма поэтому нам нужно следить за своим здоровьем присматриваться к себе чтобы вас не было вот этого одышки чтобы не было этих симптомов которые перечислила выше чем мы можем где находится да в каких продуктах находится этот самый витамин b1 это прежде всего бобовые чечевица нут вот все эти бобовые это очень очень хорошо немного содержит витамина b1 также овсянка но это должна быть цельнозерновая овсянка а не та которая быстро растворимая кашка знаете гречка спаржа грибы морепродукты свинина печень говяжья все эти продукты питания содержат большое количество витамина b1 но все равно из продуктов питания мы не можем восполнить весь этот дефицит витамина b1 и конечно же вам нужно просто-напросто купить этот витамин в аптеке я советую вам взять 100 миллиграмм и одну таблетку 1 1 этот витамин принимать за час полчаса до вашего сна и ваша центральная нервная система она будет расслабляться а если вы еще добавите и цинк смотрите мое видео о цинке то это будет вообще просто супер хорошая комбинация анализ на витамин b я вам не советую сдавать потому что во первых он стоит больших денег во вторых не каждая лаборатория вообще принимается за этот анализ он очень сложный поэтому если вы услышали что-то то что я уже озвучила и это как бы к вам относится лучше просто-напросто купить баночку этого самого витамина b1 хорошей концентрации и пропить его ну хотя бы две недели потому что опять же накопительный эффект должен быть должен присутствовать и спустя вот это какое-то время вы почувствуете облегчение и если вы это почувствуете тогда это сто процентов у вас была нехватка витамина b1 еще я вам посоветую ваш рацион непременно добавить пищевые дрожжи не пекарские дрожжи а пищевые я в ней же оставлю обязательно эту ссылочку на то как они называются на английском языке и пищевые вы понимаете дрожжи да это не такая добавка она продается виде мелких хлопьев и очень часто вегетарианцы и веганцы они употребляют пищевую дрожжи своих салатах и в каких-либо других рецептах они имеют специфический такой привкус похоже не очень немножко на эти на сыр то есть ничего противного нет все вкусно добавляете одну чайную ложку в свой зеленый салат и у вас будет великолепный эффект опять же по мере накопления дорогие мои друзья я рада что вы ко мне заглянули и сегодня я рада писать записывать свои видео и помогать вам своими советами надеюсь они для вас полезны спасибо что вас становится мне все больше и больше спасибо за ваши милые комментарии и до новых встреч до новых видео в следующем видео я обязательно расскажу опять же про витамины группы b будем постепенно идти потому как у нас уже на дворе осень и нам нужно запасаться и быть крепкими для того чтобы зимой не болеть дорогие мои с на этом местами прощаюсь до новых встреч всех вас люблю и обнимаю с вами была любящая вас виктория пока